Добрый день, уважаемые зрители! В 11 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по криптовалютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Питков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате, чтобы я знал, что у вас с трансляцией все нормально. Итак, поскольку я вижу плюсики пошли, то есть я понимаю, что с трансляцией все нормально. Соответственно, нам пора начинать. В начале наших обзоров мы всегда на страничке CoinMarketCap обсуждаем ключевые криптовалюты, точнее их цены. Мы видим, что на данный момент Биткоин торгуется на отметке 7061 доллара за одну цифровую монету. Эфириум стоит 410 долларов. Риппл 41 центов. Биткоин кейс 707. То есть на данный момент по сравнению с вчерашним днем можно сказать, что больших изменений на криптовалютном рынке нет. Если мы посмотрим на Lightning Network, те же самые 93 биткоинов составляет ее пропускная способность или конечно сейчас с долларом выражение, это чуть меньше, чем это было несколько дней назад, потому что 93 биткоинов сейчас стоит чуть поменьше. Если посмотреть на график на сайте Bitcoin Visuals, как выглядит развитие пропускной способности Lightning Network, на данный момент видно, что после того прыжка, который был, который закончился 25-26 июля, произошло резкое падение пропускной способности Lightning Network за счет того, что мы в это время конечно обсуждали, за счет того, что один из ключевых нодов, самых больших на самом деле, отключился и вышел из сети. Потихонечку, да, конечно, его пропускная способность начинает вот этот вакуум заполняться, но видно, что отскок не настолько силен, чтобы полностью перекрыть вот это падение мощности. Именно если мы вспомним 25-26 июля, когда был здесь пик по мощности Lightning Network, а здесь и при последнем отскоке, в цене биткоина сформировался вот здесь 24-25-26 этот пик. И потом идем падение. Сейчас, конечно, мы уже вчера обсуждали, на weekly таймфреймах у нас медвежья свеча, на дневном таймфрейме тоже практически череда свечей, у которых снижаются и минимумы, и максимумы. Вот они, эти все красные и зеленые деньги. Все это говорит о том, что бычьего сигнала на данный момент нет. На х4, если перейти, есть потенциал к тому, чтобы здесь сформировалась третья, примерно, допустим, вот третья впадина. Но пока еще рано говорить об этом, потому что, вот мы траекторию поменяем, рано говорить об этом, потому что ее пока нет. Это просто теоретические предположения, что в этой зоне может сформироваться впадина. Однако, что я хочу озвучить чисто с точки зрения графического анализа. Когда в прошлый раз начался вот этот сильный рост, мы здесь отслеживали график и увидели, что именно от этой точки, которая находится в пределе около 6500 долларов за цифровую монету, 6800 где-то, именно от этой зоны началась вот этот сильный рост, началась вот эта мощная свеча вверх, и потом практически график пошел вверх. И мы потом через эту зону, когда проводили вот этот пунктир, давайте я его сейчас проведу на х4, мы тогда отслеживали, как поведет себя биткоин в этой зоне, когда здесь он тестировал эту зону. Вот она практически, эта зона через вот этот ключевой момент. И здесь видно, что недавно именно оттуда начался снова в очередной раз вот такой сильный прыжок. Вот та свеча, которая здесь сформировалась, она практически в этой же зоне сформировалась и сейчас. Вот она практически. И мне самому интересно, сможет ли биткоин сохраниться выше этой зоны, сформируется, если здесь какая-то растянутая впадина или нет. Это чисто по графическому анализу. То есть, это такой критический момент. Конечно, на мой взгляд, все это будет зависеть от того, будет ли расширяться Lightning Network. Будет ли, конечно, число транзакций внутри Lightning Network развиваться и так. Будем следить за ситуацией с точки зрения конечных фундаментальных факторов, с точки зрения графического анализа. На данный момент мы просто понимаем, что с точки зрения графического анализа прикасаемся к этой зоне, но гарантии о том, что именно сейчас начнется отскок, нет. Тоже практически и с точки зрения фундамента анализа. Видно, что Lightning Network пока еще не падает. Ее пропускная способность. Идем вбок, но пока еще и отскока вверх нет. Так что вот и с точки зрения фундамента все подтверждается. У меня на самом деле на данный момент все. Других новостей у меня нет. Единственное, я хочу прокомментировать криптовалюту Ethereum Classic, которая в последние дни начали комментировать, что она почти прикоснулась к 19 долларам за одну цифровую монету. Вот как выглядит график Ethereum Classic. Что тут в последние не произошел этот отскок. Конечно, он происходит с задержкой. Я хочу показать, что вот этот отскок начался в начале августа. Вот здесь видно, цена упускалась ниже 15 до 14,5 практически долларов за одну цифровую монету. И потом произошел вот этот отскок вверх. Вот это видно. И до 20 доллара поднялась цена Ethereum Classic. Конечно, это движение произошло очень резко. Значит, это произошло с 2-3 августа до практически вчерашнего, сегодняшнего дня получается. То есть на протяжении 4 дней произошел вот этот резкий рост. Говорится, что это связано с тем, что две ключевые такие большие американские биржи прибавили Ethereum Classic. На первом месте это Coinbase. Одна из самых таких востребованных бирж криптовалютных в США. И за счет того, что есть и вот это Robinhood, то приложение, которое очень популярно в Соединенных Штатах и в Канаде для покупки криптовалют. Тоже прибавили котировку там 2-3 дня назад Ethereum Classic. И вот за счет этого сейчас был повышенный немножечко такой спрос, ажиотаж. Вот цена подскочила. Мы посмотрим, что произойдет в долгосрочной перспективе. Но я в очередной раз хочу сказать, что Ethereum Classic это тот же Ethereum, но у него классический блокчейн, тот, который практически был до 2016 года, до вот этой хакерской атаки, после которой произошел этот форк. Я хочу сказать, что я всегда говорил, что на мой взгляд каждый Ethereum, то есть если инвестор купил один Ethereum, он должен иметь соотношение либо 1 к 2, либо 1 к 3 Ethereum Classic. То есть на каждый Ethereum я бы купил либо 2, либо 3 Ethereum Classic, чтобы диверсифицировать свою корзину, которую я инвестировал в Ethereum. Поэтому я с симпатией отношусь к этой криптовалюте. Считаю, что она практически является в потенциальной долгосрочной перспективе хорошей монетой для диверсификации вложения в Ethereum. Потому что если вдруг по Ethereum что-то пойдет не так, все будут возвращаться в Ethereum Classic. Конечно, и другие токены, которые предлагают вот эти смарт-контракты, как, например, я не знаю, допустим, из первых EOS, Cardano, Trom, Neo, если они, конечно, сохранятся. Вот они тоже являются какими-то конкурентами Ethereum. Поэтому Ethereum Classic считаю, что является неплохой монетой для диверсификации вложения в Ethereum. 1 к 2 или 1 к 3 я бы точно сделал. Хорошо, у меня на этом все. Давайте я отвечу на ваши вопросы или пожелания, если они есть в чате. Пожалуйста, уважаемые зрители, пишите. А так я читаю. Карен пишет. Я вчера продал свой намайненный Ethereum Classic по 18.10. Немного поторопился. Думаю, новость уже отыграна. Спасибо за ваши комментарии. Огромное вам спасибо за то, что вы нам сказали, что вы майните Ethereum Classic, что у вас есть опыт по Ethereum Classic. Я, конечно, желаю вам удачи. Но будем надеяться, что откроется для вас и более хорошая возможность. В будущем там либо совершите другую сделку. Карен. Спасибо еще раз. И, конечно, всем, конечно, спасибо за участие. Я, поскольку понимаю, вопросов нет, соответственно, нам пора прощаться. Тогда, уважаемые зрители, всем еще раз огромное спасибо. Удачного дня на финансовых рынках. И, конечно, до завтра. С вами был, как всегда, Веселин Питков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем хорошего дня.